Эта речка начинается в Котловском плитке, где угольная добыча идет, поэтому у нас стека черная, там уголь по трубам транспортируют, по трубопроводу, но она темная. Еще проедет будет лучше, проедет еще чуть-чуть, проедет еще чуть-чуть, ну вот сейчас, да, вы видите, как влечет кипяток из трубы, вон, творит слева кипяток, ну конечно, если бы не военные, то грузия бы здесь стояла, российские войска, абхазские. В Кудауте вообще большая авиабаза, авиа. Здесь танковая, потом артиллерия, дальше морская часть проехали, очень-очень, теперь морская база, российская. Кто здесь купит дом? Миллион. Хотят, но кто даст, кто не даст. Чтобы здесь купить дом, надо иметь гражданство и паспорт абхазский. Нужно заключить и кинуть, да. Постоянно обучение, стрельбы бывают в этом полигоне совместно в российской Абхазске. Там было еще в советском ряду. Нагвалов назвали местечко. Полигон Нагвалов. А это и лори. Открытие сейчас в селе, которое популярно для туристов, паломников. Пока мы сюда едем, там маршрутка белая нас обогнала на остановке, где мозг, орехи сорвали. Они уже и в храм сходили, и назад едут. Нет, там быстрее, быстрее. И там у них, вот что у них в программе написано, там перечисляют. Все остановки. Вот каждая остановка указывается там. Программа. В советское время церковь не закрывалась. Вот как не закрывалась. Вот Дранский храм, куда я с вами заводил, он в советское время не функционировал. А эта и лорская церковь была открыта в базиликах XI века, построенная на месте древнего святилища. Местный князь охотился за оленем, поставил тот раненый, скрылся в лесу, и следы кровавые привели на святище. Там этот оленй лежал раненый. Ну, князь увидел, что он не подлежит гибели. Раз он на святом месте открылся, оленя оставил жить, и построил на этом месте в XI веке церковь. А это святище вообще было с IV века известно. Во времена гонения на христиан, Георг Аганонович еще здесь находился. По своим отрядам дружины, ну, как бы ему пить хотелось, и он помолился, ударил копьем направо. И пошла вода, он сделал колонию. Сейчас вы увидите этот колоний со святой водой. С IV века гонения на христиан. Потом Георгия убили. Дважды колесовали и отубили голову. 23 ноября отмечают день усечения. А 6 мая по рисованию Георгия. Тут рассказывают, что в плен попали грузины в этом храме. Их потом расстреляли на стадионе, и от этого иконы начали мироточить. Вот, за водой очередь. Ну, я считаю, любая вода святая. Она дает жизнь. Без воды нету жизни. Так что, то, что веришь хорошо, но вообще любая вода надо оценить не будет. Весы правосудия здесь были, которые сломались. Один у другого взяли деньги в дом. И тот говорит, что я тебе верну, а в самом деле он ничего не вернул. Так они спорили. Один у другого говорит, пошли, говорит, под дерево, где весы правосудия, выводят, там все выяснится. Тот, кому что не дал. Тот, который должен был, сделал так, что деньги он вернул, но тот хозяин не знал. Он в палку спрятал, палку просил, посох сделал, туда деньги положил и подарил ему перед актом правосудия. Тот взял посох, сказал спасибо. Сейчас мы все узнаем. Беги вину, да? Он не знал, говорит. Встал под весы, и весы показаны, что он уже с деньгами. Тот в отчаянии, буквально в палку выкинул. Так или иначе, тот завладел обратно перед деньгами. То, что он задумал, потом и вышло. А весы с тех пор сломались. Вот такая легенда о весах правосудия, которые сломались после этого посоха. А где весы? Они здесь были, вы говорите. Были? Показывали всегда истину, а потом они сломались из-за вот этого хитрого. Слышь. Ой, символ правосудия, весы, слепое правосудие, весы держит. Вот такие, показывали чаша. Вниз, значит, он прав. Где талалон? Провода с электричеством. В Абхазии где-то он выжил. И с электричеством режут. Режут, если очень правильно. И резали. А здесь тоже бы весело. Охурей. Название какое. Ну, мы в Грузии жили. Смей, болотные черепахи, шакалы и другие животные. Сюда. Здесь зимой-то на скольки бывают? Среднемесячная плюс четыре в январе. Бывает снег. Тут двух метров. 1911 год, когда выпал двухметровый снег. Это и средний год большого снега. Тогда и море было замерзшим. Так море не замерзает. На зиму приплывают сюда на обогрев. Килька из Азовского моря. Ее вылавливают. Ее вылавливают в Турцию. Анчоус. Килька. Хомса. В этом году 54 тысячи тонн выловили рыбу. Путина до апреля. Потому что зимой ее легче ловить. Магнолия цветет. Слева вон там белый цветок. Большая гранди-флора. Белый цветовая магнолия. Североамериканская. Не распространяется сама семенами. Посадили возле дороги. Четыре тысячи видов у нас в Атазии растений. Здесь тысяча девятьсот местных эндемиков. Остались из-за земли. Был когда-то пост ГАИ. Сидел хуей. Тут можно вешать 150. На что способно. Пошли вошли. Чаеводство здесь было в Гальском районе. Что было? Чаеводство. Сейчас 30 раз меньше чая. Ну это все, что вы видите. Лучший сельхоз в воде. 300 тысяч гектаров земли никак не используете. То есть, это село слева, где орешили. Пути куруши. Справа тоже. Гулатарник на полях ближе. Где кукурузу сели. Гулатарник бледный. Почва истощенная. Желтый цвет листик. Это значит не хватает азота. Совсем не характерный маршрут для Абхазии. Раньше тут больше зелени было. Выжгли. Когда здесь не было асфальта, здесь ездили все медленно. Абхазских силовиков обстреливали партизаны грузинские. Здесь были формирования лесные братья и белый регион. Но тут выжгли лес. Остались сухие. Партизанская война продолжалась после окончания фазы боевых действий. В 1903 году. То есть, еще много-много лет были активные партизанские отряды. Возможно, царица Тамара под ним похоронена. Есть вещина. В замок висели? Да, там открыто. Вход свободен. Там можно приезжать на службу. Не подобно разговаривать? Если священник придет, то и свободно будет. Не подобно разговаривать, что в замок висели? Засада. Часто у нас скорость. Стоимость превышения. Стоимость. Больших тут не будет. Это отшимчирские. Тут уже не будет. Тут их уже не будет. То есть, это вот этот стояк чисто на скорость, да? Это не просто... Ну, вообще нарушителей на деньги разговаривают. То есть, это не просто какая-то более напряженность? Нет, это не какой-то там особый пост, который в связи с чем-то... Это у них заработок. В теньке ловят нарушителей. Они в любом месте могут встать, но раз они везли... Дальше у нас наличие. Дальше их уже нету. Хм. Здесь он дорогой, на 2 рубля дороже, чем у нас в Уфере. Раньше не было, это был Гайский район. Сейчас Ачимчирский день заканчивается. Часть Гайского района отдали к Ларчевскому и Ачимчирскому, чтобы уменьшить площадь для возвращения беженцев. Потому что Гайский район, он на особом положении, он... Буферная зона считается, тут же живут все без паспортов, а с теми на Гайский район. Они не паспортизированы, они живут в своих домах, но они не граждане Абхазии. Они живут по что, по советским паспортам? У них грузинский паспорт. И вид на жительство здесь. Вот как раз можно в семью зайти, у кого нет Абхазского паспорта. У них вино, нет знакомых здесь рядом с дорогой. Какая цена? 500 рублей полтора. Здесь никто не будет разбавлять, потому что здесь быта нет. Это район, где никто не приезжает к экскурсии, местным это не нужен. Вывозят 50 литров один человек. В машине можно спать один. Маньчжурский орех там дальше будет. У него грозник. Морозостойкий он растет может даже в Екатеринбурге. Да? Да? Не знаю. Ну, он, наверное, за сколько этот орех? Гроздьями орехи. Очень твердые. Их разбить очень трудно. Ну, и какой он может сейчас продавать? Кто? Я насчет пестицидов специалист. И насчет токсичности купороса. Это безвредно вообще. Помидоры даже можно не смывая с медленным купоросом употреблять. Не помрешь. А вот от этого можно умереть. Если не то проглотил и все. А сколько литр бензина это стоит? Дороже на 2 рубля. Ну, а от чего? В смысле, от... Абхазы укрепляли свой берег. Там вот... Где ваша турбаза, в этом себе никто не живет. Там... Там можно искать. Без заборов. Здесь заборы. Здесь соседи присматривают. Здесь все-таки... Я уже сказал, когда мы ехали, что здесь нету того заброшенного, что в Ачинчевском районе. Здесь присматривают и соседними, кто остался жив. Вот Грузинское плавбище. Здесь не разграблено как-то в Ачинчевском. Нет, крышу все же сняли вот здесь вот. Хорошая видна была. Столько денег на могилы. На феи. Сейчас тратят там новое плавбище. Ну, а не так. Ну, что, чем не дом? Вот, чем не дом? Крыша, свет. Он набит, как в бочке сельки. И потом, видимо, автобус редко ходит. В автобусе люки есть, но он едет медленно. По такой дороге быстро. И там им очень тяжело. Поэтому и твери отлили. Вот такое было в электричках. Я помню это. И двери еле закрывались. Набиты, как в сенте и бочке. И через окна люди залазили в электричках. Приезжают родственники. Или соседям попросят, они что-то сделают. Этот городок называется Первый Галей. Здесь построено все для имбурегэс приурочено было. Профтехучилище специально для сотрудников имбурегэс. Ну, построить их сначала. Сооружение как-то делали, вот это гидротехническое. Там плотина большая, но долгое время строилось. Здесь жители были работниками стройки. Потом работниками... Ну, когда эксплуатация была сдана, уже там меньше жителей было. Для обслуживания там меньше персонала. А вот при строительстве, что вот необходимо было, все специалисты там, специальное образование строительное, получали здесь обучение их. И из коры ивы делали веркасты, как салицил. 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 Салицил лечебный. А это чинар, платан, который кору сбрасывает. Иди чиня. Вот, справа слева, чинар, молодые. А я все слушать, думала, что это платаны. То же самое. А это то же самое? Чинар, платан. А-а-а-а. Когда засуха, листья сбрасывают, нет? В Средней Азии. То же чинар, платан. Оно же. Оно же? Да. Как живой насос испаряет много воды. Канал. До моря идет. Спрос воды. Там еще две перепадные ГЭС, которые не работают. Они тоже давали свет в советское время. Там бесплатины, просто турбины на канале были. Они сейчас не работают. Вот. Не каждый день увидишь свиней. В Абхазии их мало. Ткачев истребил. Губернатор Ткачев проводил мероприятие по борьбе с африканской свиной чумой. Чумой свиней. И поголовье уничтожили в Абхазии и в государственных краях. Банан это не пальма, это трава справа. Замерзнет ежегодно зимой. Потом отрастает каждый год вновь. Даже гипамбут отрастает вновь. То есть он отрастает за сутки 20-30 сантиметров. Собственного изготовления она сама готовится. Мясо какое? Мясо местное. Мясное на рынке берет. Гальское мясо. Надо успевать, пока не сожжали вороны, крысы, свиньи. Плодородные земли сзади, там поля грузы сзади. Ну, сейчас мы к мандариновым садам. На склонах тут искусствовоческое хозяйство. На террасах. Свинарники вот тут покосившиеся. Сейчас получается, это все больше грузинская территория. Тут одни грузины, здесь автации не живут, ни одного нет. Водопровоз. Почему они тут все забрали? Автономная республика Абхазия включала Гальский район всегда в себя. А, то есть исторический район? Да. Это область с Амурзаканом. По-грузински это как мурзакановская территория. По идее, если они себе... Термин грузинский. По идее, да. Раз тут не желает народ жить в составе Абхазии, пускай идут в Грузию. Да. Дают? С праздником. Да. Это исторический автономная республика Абхазия в составе Грузинской ССР. Граница еще установлена была в 19 веке. Абхазское княжество было в состав России. Вошло в 810 году. И вот эта территория, это область с Амурзакана, грузинская область, но она была в Абхазском княжестве. Оно что состав России в 810 году. Хотя были против многие, и кто подписал договор о поселении России и Абхазии, его убили, оппозиционеры. Это был Георгий Широшидзе Чачков. А потом Княжество упразднено вообще в 1864 году, 31 мая, упразднили Абхазское княжество. Князя владельца выслали в Воронеж, где он скончался. И это был округом в составе Грузинской губернии. Округ там, Самурзакан был уже, Сукумский округ там, Самурзакан как-то относился к нему, вот эта область историческая, Самурзакану, Гайский район. Ну и здесь советизация была в 21-м году. До 21-го года вообще здесь была власть грузинских меньшевиков. Абхазия не имела ни автономии, ни каких других статусов. А советизирована была Самурзакану последняя, 4 марта в Сухуми, а 11-го вот здесь, 21-го года. Ну и вся Абхазская автономная республика, она считается, что она была СССР временно, потом стала автономией. И она постоянно включала эту область в себя. В советский период Гайский район, он был всегда составной частью Гайский района Абхазии. Собственно, Абхазия, Грузия тогда не имели границ никаких. Это территория Менгрелий. Здесь Менгрелы, что с той стороны реки, что с этой стороны реки. Здесь Менгрелы живут. Их сейчас искусственно разделили. Как Берлинская стена. Единый германский народ был разделен долгое время Берлинской стеной. И вот сейчас такой же железный занавес на реке Ингур. Разделили Менгрелов. На абхазских и на грузинских. А слово Менгрел от реки Ингур. Мы Ингру. Я Ингур. Эц. На Ингуре что-то. Ингур, до него мы доедем. Это граница. Детсад с грузинскими детьми. Едет в Зубиде лечиться родственникам. Вот в центр города, да. Окей. Мы доедем тоже. Вот тут недалеко. 15. Это столица. То есть, не столица, но районный центр. Гайский район. Это не Гал? Гал, Гал. Столица Гайского района. Город Гал. Субтитры сделал DimaTorzok.